Девушки отдыхают Говорит и показывает Москва Работают все центральные каналы телевидения Смотрите и слушайте Москву Работают все центральные каналы телевидения Работают все центральные каналы телевидения Внимание! В городе любят и любят их творчество И всегда восхищаются их работами Это группа, которая очень-очень много делала для города Созданная 20 лет тому назад И первым руководителем этой группы Вадим Иванович Кулешов Вот эта группа вышла на пленэр И они создавать начали новые-новые работы Именно работая на пленэре И на этих работах мы видим и восходы, и послаты И шум уличной ванны Все, что дорого и близко к сердцу донского человека И очень близкие И очень близкие по духу Работы этих художников Нашего Ивана Ивановича Павлова Который также был приверженцем Донского и вообще-то Любого пейзажа Мне хочется сказать еще об этой группе Что ребята не только Занимаются своим творчеством Они не замыкаются в нем Они очень много делают Они открывают свои выставки На площадках города Новочеркаска Они открывают свои выставки В городах и станицах Ростовской области Они открыли свою выставку в Москве И эти ребята, наверное, благодаря им У нас в выставочном зале На площадке Музея истории донского казачества Открываются областные выставки Открываются региональные выставки Молодежи в нашей области И не только Донского края Но и Кубани И здесь, конечно, очень я благодарна Этой группе за те работы Которые они представили И хотелось бы, конечно, сказать Не только, что это юбилейный год Для мишкинцев Хотелось бы сказать, что это еще Юбилейная выставка, 25-я Но переговорил Ростов Они умудрились в этом году Открыть свою юбилейную 25-ю выставку в городе Ростове И поэтому вот немножечко Ну, с таким небольшим сожалением О том, что это все-таки уже 26-я выставка Которую открыли Музея Ну, а хочу еще добавить На этой выставке приняли участие 19 человек 12 мишенцев И на этой выставке Представлено 175 работ Ну, а сейчас мне хочется Предоставить слово Зам мэра города Новочеркасска По социальным вопросам Товарец Елене Владимировне Пожалуйста, Елена Владимировна Здравствуйте Разрешите мне от имени Главы администрации города Новочеркасска Игоря Юрьевича Зюзина Поздравить всех собравшихся Здесь единомышленников По 10-м Потому что Вы действительно Направление у вас одно Показать, насколько красив Наш родной рай Игорь Юрьевич всегда С удовольствием посещает такие мероприятия Я думаю, что он обязательно Где-то время и придет Сложились просто так обстоятельства Но он попросил меня передать вам Слова благодарности За то, что вы находите возможность Передать красоту нашей родной земли Показать в ней ее достоинства И сделать так, чтобы человек Который видит в ваши картины Полюбил наш Донской Край И появилось ему желание Приехать и посмотреть это своими глазами Поэтому огромное вам спасибо За ваш труд За вашу инициативность За то, что вы не безразличны За то, что вы болеете душой И творите ваши такие прекрасные произведения Огромное вам спасибо И дальнейших вам процветаний, успехов и творчества Спасибо Снова предоставляется начальник управления культуры и искусства города Новочеркасска Архипова Елене Владимировне Дорогие друзья Еще раз Мы в этом зале Встречаемся для традиционного Открытия 20-го 20-летнего Юбилейного Года Для объединения Мишкинские букры Как всегда Зал наполняется светом Светом ваших работ Светом вашей души Очень отрадно Что из года в год Это объединение Пополняется Новым членом И пожалуй Уже нельзя Говорить о том Что это объединение Именно Новочеркасского клуба художников Потому что В него Велись уже И ростовчане И по-моему Шахтинск Шахтинск Примывает И работает Вариант В этом Замечательном Объединении Ну и Я стала свидетелем Как открывалась Эта выставка В городе Ростове Собственно Там были представлены Не только эти работы По-моему Там были другие работы Представлены Нашим художником С большим успехом Прошла выставка В городе Ростове Не так давно И сегодня Я рада Что на суд Новочеркасцев Представили Книжки Свои новые Свои творения И я думаю Что у всех Этих работ И у этого Объединения Будет Долгая Продолжительная Жизнь Ну а мы Будем помогать Чем сможем С праздником Слова Предоставляется Облагоченному Городу Новочеркаска Отцу Олегу Пожалуйста Дорогие друзья Я Во-первых Хочу Поблагодарить За ту Собую честь Которую Сегодня Оказываю Приветствовать Вас Многое Во времени Появляется Очень многое Исчезает Очень много Раз Иногда Люди Проходят Мимо Одних И тех же Сооружений В одних И тех же Местах Совершенно Как-то Не замечая Это А когда Человек В подарок Для своего Для своей Памяти Для своего Сердца Может Получить Соприкосновение Взгляда С тем Что он Видел Когда-то 20-30 лет Назад Обязательно Этот посыл Будет Отзываться О его Сердце Художник Всегда Миру Являет Нечто Он Не показывает Не просто Рисует Он Являет То Что Не замечают Люди Десятилетия Повторюсь Еще раз Ходит Человек Мимо Какого-то Красивейшего Здания Не обращает На него Внимания Проходит 30 с лишним Лет Он Видит Полотно Видит Это Здание Уже Совсем В другом Расположении Совсем В другом И временном Отрезке Изображенное У него Действительно Сердце Наполняется Тем Что Передать Невозможно Творчество Творец По-гречески Звучит Питос Поэт Я Хотел Серьез Приветствовать Наших Родных Поэтов Кисти Которые Могут Так Необыкновенно Передать То Что Закрыто Для многих И откроется Наверняка Через Многие Многие Годы Огромное Вам Спасибо За этот Рост Огромное Спасибо Я думаю Не только От тех Кто здесь Собрался А наверное Еще От тех Поколений Которые Вырастут Они Вырастут Войдут В пору Зрелости Войдут В пору Мужей Зрелых Которые Будут Творить И Многие Такие Значимые Решения Притворять Жизни В городе Может быть Государстве Они Когда-то Увидят Вот эти Полотна Как некогда Ставленные Вами Написанные Вами Я думаю Что будет Что вспомнить И будет О чем Сказать Уже Своим Дедам Ранее Всех Господь И пусть Ваша Рука Наполняется Необыкновенным Таким Божественным Спомоществованием Чтобы это Было Настолько Явлено Людям Чтобы Вас Невозможно Было Оторвать Как мы Их Не можем Оторвать И сейчас Много Благодарю И вам Спасибо 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 Что вам Представляется Профессору Почетному Академику Российской Академии Художеств Трунину Задимир Александрович Спасибо 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 Только сейчас Городный Серый Такой День И тут Приходит Болый Свет Настоящий Болез Не поддержив Искать Чистить Молодцы Это От Ростовской Организации Ростовское Огрозное Управление Всероссийское Творское Общество Организации Союза Художников России В связи с 20 лет И награждает Творское Группе Народные Мишкинские Дюбры За Активу Творское Дительность И развитие Изобразительное Искусство Анатолий 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 За Захарычев Захарычев А А С С С С С С С Михаил Сергеевич А 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 С Г С С С Представляется Председателю городского клуба Художников Новочеркасска Члену Союза Художников России Сиденину Константину Евгеньевичу Пожалуйста Что Ну Уже как бы Многое хорошо сказано, я думаю, что о группе, наверное, лучше всех скажет Саша Кулоченко. А мне просто хотелось сказать, что, в общем, Мишкинские бугры – это такая пленерная академия нашего клуба художников Новочеркасска. То есть из этой пленерной академии выросло много замечательных профессиональных художников. Я надеюсь, что наша группа еще будет много и долго существовать, потому что появляются новые авторы, молодые художники в нашей группе. Ну и так держать мне хочется сказать своим коллегам. Спасибо. Слово доставляется руководителю творческой группы Мишкинские бугры Глушенко Александр Алексеевич, член Совета художников России. Дорогие друзья, конечно, вот в этот день я вот стою, да, и, конечно, там Владимир Иванович Шарабожа пришел. Нам его, конечно, очень не хватает, потому что, конечно, Владимир Иванович Кулешов, ну, как создатель этой группы, и я уже как бы говорил, что благодаря вот этому его начинанию, что именно работа на пленере, это как бы время показало, что это мы шли по правильному пути, потому что в этой группе пришли много ребят, которые далеки были от искусства, ну, как не были профессиональными художниками, некоторые имели совсем другую профессию. Ну, вот эта тяга к изобразительному искусству их как бы объединила в нашей группе. И они выросли в прекрасных художниках, я тут точно могу сказать, свое видение природы или какой-то натуры. Владимир Ивановичу, конечно, получилось бы два юбилея, 20 лет в Мишкинском пуграме, 75 лет было бы. Ну, я думаю, что перед Владимиром Ивановичем мы, как бы, у нас совесть чистая, потому что мы трудимся, мы его всегда вспоминаем, что, Владимир Иванович, вы же смотрите там, мы не так просто там выезжаем, мы работаем, как бы нас заставляли, и вот это, конечно, для нас огромную роль играет. А так вот, конечно, хотел сказать, я очень, очень приятно, что всегда на нашей выставке приходит очень много людей. Это очень здорово, потому что, в принципе, мы ради вас и работаем. Ну, не будет же художник для себя там работать. Всегда хочется показать какие-то новые задумки, идеи какие-то. И нашу матушку природу, наш Донской край. Я хочу сказать еще огромное спасибо всем друзьям, знакомым, кто, как бы, всегда приходит, нас поддерживает. Огромное всем спасибо. От художественной школы имени Дубовского города Новочеркасска слово предоставляется Родионовой Татьяне Глазовой. Дорогие мои коллеги, дорогие мои друзья, однополчане, я вас очень люблю, и сейчас я по поручению директора Детской художественной школы, и я думаю, от коллектива неравнодушных преподавателей к вашему творчеству, тоже ваших коллег, наших учеников, хочу вас поздравить с такой замечательной датой, 20 лет. 20 лет, еще достаточно молодой возраст, я думаю, что еще много художников вступит в ваши ряды, и под вашим воздействием, я думаю, что к прекрасному подянутся еще многие люди. Вот, и хотела бы вас всех поздравить, пожелать вам здоровья, вот всем, счастья, потому что, ну, вы не только премьи для нас, да, для горожан, я имею в виду, но и премьер для наших юных художников, и ваша группа, она всегда откликается на наши предложения, на наши просьбы, мне всегда это очень приятно, потому что у нас все эти дети маленькие, это юные художники, а вы вместе с ними рядом стоите, и своим примером показываете, как надо, как это здорово, как это замечательно, как это хорошо, блин, и как надо относиться к творчеству. Дорогие мои, я не могу, я бы сейчас вас всех вместе бы поцеловала, обняла, и спасибо вам большое, дай Бог вам счастья, здоровья, удачи, творческих успехов, и, ну, и денег вам побольше. Спасибо. Палетина Петровна, вам все, большое, при меня. Я не могу, ну, так, в прошлое время, когда мы с Владимиром Ивановичем пришел, собственно, начали первый проект, где совместную работу художников, и в Центре телевизора строения мы, значит, стали делать альбом, художников на Черкасске со всеми съемками, альбом «Встольный град» право на Черкасске, а потом мы делали в виртуальной реальности все художников. У нас получилось 4 классика и 8 мишкинских букров. Поэтому мне бы очень хотелось, вот я хочу этот альбом, и вот здесь вот диск со всеми нашими наработками, это был еще, начинали мы с 97-го года, в 2005 году мы, наконец, выпустили все, и, в общем-то, вот и виртуально, и картинно были, и здесь вот как раз, я так немножко покажу, вот, у вас тут был крыло поверью греков, и вот уже потом, и не все, вот, то, что было, как раз, с вами весна многих нет, вот, но мы вот сделали, и мне очень хочется, вот это все, то, что такие наработки, просто там приезжали гости, а у нас ничего не было, и не могли мы возить их везде, поэтому, а Владимир вам чуть-чуть хотел создать галерею. У нас, значит, как, ну, заслуживает этого, как столицу войска мирового контактства, и, в общем-то, даже музей спортивного искусства, я думаю, что наша столица поправила. Не зря у нас в Иринске институт был, и вообще все, поэтому мне хочется вручить именно вам все это. Спасибо. Вот, ну, что я так много, и насколько я могу подправить, посвятить наш город, встретить его уже гостями, космонавшими, подводниками и так далее. Так что я желаю вам всем здоровья, творчества, успехов, потому что наше поколение молодое очень в этом не нравится. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Внимание! СМОТРИТЕ И СЛУЖИТЕ И СЛУЖИТЕ ОСКОВА АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон» 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 Приставка 20 лет спустя Мишкинским буграмм 20 лет — это достаточно большой и такой investigation заírный подогнал «Симон» за 20 лет люди успевают разбежаться и поругаться а тем не менее мишкинские бугры дружат и продолжают писать вместе ходить на этюды И я просто хочу сказать просто в основе нашей группы лежит такая очень хорошая плодотворная идея Это письмо с натуры, письмо на пленере. Это, можно сказать, подобно тому, как вино делают из настоящего винограда. И получается хорошее настоящее вино, которое содержит и витамины, и все прочее. А есть вино, которое делают из спирта, при помощи ароматизаторов, сахара и прочее. Это вроде по вкусу такое же вино, но и совсем другое. И я хочу сказать, что отличается живопись Мишкинских буров, может быть, от многих других современных творческих групп и художников. Мы не пишем с цифровых фотографий, с компьютера. Все это пишется на природе. Буквально, можно сказать, практически все пейзажные работы написаны за один сеанс на пленере в любую погоду. В мороз, в стужу, в солнце, в дождь, в непогоду и в совершенно различных временных, и ночью пишем пейзажи, и рано утром, и днем. В общем, я думаю, что вот этот вкус, как бы наша живопись имеет вкус правды, который, в общем, достигается тем, что пишешь с натуры, и тут уже природа сама не дает соврать. Потому что, когда искусственно где-то в мастерской из разных компьютерных фотографий, цифровых, собирается картина, это все-таки совсем не то. И особенно я хочу сказать, что, конечно, в нашей группе основной упор это на пейзаж, самый такой демократичный и доступный жанр. Тут не надо искать натурщика, там не надо какие-то специальные аксессуары. Взял этюдник, вышел на природу, и вот вся натура, вся она перед тобой. Вот это дает такую возможность, в общем, как бы людям без образования, с образованием, то есть достигать высоких результатов в таком виде живопись. Ну и тем не менее, в общем-то, как вы можете посмотреть по нашей выставке, мишкинцы пишут и портреты, и жанровые композиции, и, так сказать, там городской пейзаж. В общем, натюрморты, все диапазоны, все жанры, в общем, живописи подвластны мишкинским программ. Ну и самое главное, все-таки, я хочу сказать, конечно, самое главное, что это вот упор на то, что мы пишем с натуры. То есть, скажем, там 90-е, 2000-е годы, когда, так сказать, у нас случилась перестройка, многие художники кинулись к, так сказать, к западному опыту, там ударились в сюрреализм, абстракционизм, прочие измы, там. Тестикулы прибывают, к мостовой на Красной площади. То есть, а мы, как бы, решили, что, наверное, чтобы понять и осознать свое место в этом мире, вернуться к истокам, то есть, к природе, и из нее черпать свое вдохновение. Вот, ну и хотелось бы сказать, что на самом деле, для искусства, для мировой культуры, наверное, важнее всего, когда в творчестве художника присутствует элемент вот его почвенности, да, то есть, вот, той земли, откуда он родился. Я думаю, что, скажем, там, китайское искусство ценится вот именно в своих традиционных формах. Они, если Китай, ну, есть, конечно, там, успешные китайские художники, но это, как бы, на Западе, но это, скажем, там, американский художник китайского происхождения. Это не китайский художник, вот, а по-настоящему китайское искусство интересно там, где оно сопряжено со своими, так сказать, почвенными корнями. Также, я думаю, что и русская живопись, ну, теперь уже российская живопись, все-таки она несколько отличается от западноевропейской. Она все равно больше построена на каких-то смыслах, на, не на концепциях, а именно, она даже, вот, так сказать, такой вот пейзаж настроения, который появился в России, там, у Левитана, там, Короин, Левитан, тот же Дубовской, как бы, к этому был близок. Он построен на каких-то душевных переживаниях, на каких-то таких смысловых нагрузках, а западноевропейская живопись, ну, зачастую это какая-то умозрительная философская концепция, которая, ну, вот, может быть и интересна с точки зрения специалистов, искусствоведов, но я глубоко убежден, что искусство, помимо всех вот этих вот замечательных измов, должно еще трогать человека за душу. Я понимаю, что абстрактное искусство можно воспринимать, как, скажем, там, цветные камешки на море, вот, каждый ребенок приезжал, там, рассматривал их, находил в них красоту, также абстрактное искусство можно рассматривать. Но, когда человек ищет большего, да, ему уже хочется что-то узнавать, да, получать какие-то отклики, это все равно возвращается к тому, что человек видит, к осознанию этого всего и отображения. Потому что, нужно сказать так, что художники, они формируют образ своего времени. Когда мы вспоминаем гражданскую войну, приходят образы нашего земляка, метропана Борисовича Грекова. То есть, вот, через них мы уже потом воспринимаем это время. Там, я не знаю, времена, там, первых пятилеток, это Дейнека, там, художники группы Ост, Ахер и так далее. То есть, и я надеюсь, что наше время тоже, вот, несмотря, может быть, на какую-то вот традиционную, да, живопись, тем не менее, все равно, ну, может быть, сейчас и не замечаем, но в нашей живописи, в том, что мы делаем, так или иначе, отображается вот наше время. То, чего мы не видим, пройдет какое-то время, и все будут смотреть. Это так же, как вот, я не знаю, там, смотришь на иконы и понимаешь, что это древние иконы, даже не будучи, там, специалистом, там, не отличая ковчежные иконы, не ковчежные. То же самое и живопись. Ну, вот мы сами не замечаем, какие-то вот приметы нашего времени. Это как, в свое время, там, художники вышли на Монмарт, начали писать эти газовые фонари, первые появившиеся, так сказать, в Париже. Тогда они казались уродливыми, а сейчас это такой вот колорит того старого Парижа. Ну, вот, что еще можно сказать? Ну, можно рассказать про то, что Мишкинские в Добре ежегодно выезжают на пленеры в разные места нашей замечательной страны. Это и, там, и Раздоры, и, там, Вешинская, Лебяжья, Яр, и ездили, там, под Азов, Павла, Чаковская, Каза, Старочеркасск, ну, я не знаю, где там, Северная Осетия, там, Карачао-Черкесия, Абхазия. То есть, ну, были в разных-разных местах нашей страны. Ну, и все равно, самые любимые места, это, конечно, Новочеркасск, Мишкинские бугры, окрестности, в общем, наш Донской край. Мы его любим, о нем пишем, и вот результаты в нашей еде. Внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и служите Москве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров Н.Александрова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Субтитры делал DimaTorzok Не слушайте Москву. Субтитры делал DimaTorzok Смотрите и слушайте Москву. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok